итак следующую партию я играл черными причем играл со своим тренером помните опять который меня очень так да очень так меня постоянно позиционно переигрывал но вот эта партия вообще получилось какой-то настоящий боевик до сложная задача была на самом деле сложная задачка была так за свой вариант кто-то проголосовал а какой свой вариант был мы не увидели так мы кстати можем прочитать это сообщение давайте прочитаем нет тут просто тридцатка на блецушки просто написали и все в общем за свой вариант короче проголосовал человек а какой непонятно так ну хорошо сейчас я буду показывать свою партию единственное что мы сейчас джок у меня нет второго монитора так у меня некуда его просто ставить приходится вот так вот измудряться во время во время стрима счет этого начал подумывать 2 монитора второй монитор это тема но мне его просто некуда ставить и бы видео мой стол так ну что наш уже 72 зрителя сейчас я думаю только будет прибавляться потому что начинается самое интересное и так играю я против своего тренера игре ярцева самое интересное твой стрим это вообще просто топ смотрим d4 d5 смотри он не сыграл во первых он не сыграл c4 здесь уже просто здесь уже ко мне начали просто-напросто конкретно готовится да смотри он сыграл d4 он всю жизнь играл c4 я готовился к c4 d4 d5 c4 не сыграл потому что знал что его опять ждет принятый ферзевый гамбит конь f3 конь f6 слон g5 трамповский конь е4 слон h4 g6 конь d2 слон g7 e3 слон g4 это у нас система торр и подсказывает программа дебют ферзевых пешек и так слон е2 слон f5 резкая схема такие смотри как и смотри слон g4 главное напугал слон е2 слон f5 ушел за это зачем потери время а потому что на е4 чтобы не было сдвоение никакого а так там ничего плохого нету там пешка на 4 хорошо стоит я сам так играю но я старался усложнять позицию потому что я знал что сам понимаешь позиционки я ему проигрываю ты уже помнишь эту красивую партию как меня там перекатали помню пешка на е4 в принципе а там хорошо стоит ученых до рокировка рокировка водя c1 конь d7 ну заканчиваем развитие c4 c6 cd cd ферзь b3 вот я на е7 еще подвисаете на б7 да я здесь сыграл конь df6 от все чтобы защитить нельзя брать на b7 я рассчитывал я там возьму сыграю водя b8 и возьму на b2 потом там сильная контрыгра уже начинается у черных ну да вот так можно убрать с доски сообщения какие с доски где где на доске сообщения на доске только доска да надо я вижу только доску значит конь бьет е4 слон бьет е4 конь е5 h6 f3 ну вот прогоняет моего слона сон f5 водя c3 g5 сон f2 ферзь d6 вязкая такая тягучая игра терпеть такие не могу сплывают периодически где всплывают на доске у него не понял это периодически это всплывают результаты голосования они не на доске водятся один водятся 8 е4 а это дурацкая обнова на телефон от youtube этой мы ничего сделать не можем это я понял это в мобильнике такая фигня есть да 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 что они погоди е4 они нормально все дело в том что брать как бы я даже кстати не понял брать можно или нельзя он как-то очень интересно сыграл ну допустим если бы я взял а и брать-то нельзя е-мое скачки всем безамны и всем да там очень страшно все это томат просто по моему или нет там же на c8 потом берут давай рассмотрим это же был бы зевок да е хрязь соответственно куда ходить наш 8 наш 8 и здесь хрязь соната потом отвлекают как бы как как так отвлекли 10 тысяч раз слона и дали шах еще ну очень против нас и а мой муж банк какой-то ну еще сюда съел на f5 конь идет он держит ну да ну а куда сону-то ходить сон е6 а сон е6 есть кстати ход о вот эта тема нет сон е6 ферзи 6 но отошел наш 8 их иконе и ну здесь все они в 5 у бабе он их 5 не могу гаи ковчу не могу можешь здесь два слона и очень злобый король мир башь тут не сахар но мата нет мата нет я согласен 100 говорит что брать на б-7 можно но этот стофей視 а позиции тухлые да не вот где-то стак вашего GA здесь говорят где то можно брать вид на b7 не здесь вот здесь видим убрать но б 7 не заяч в то с человеческой точки зрения понятно что стойку ты ему ведней но здесь воде активизируется мне кажется здесь чисто с человеческой точки зрения просто чёрные просто приятней сразу играть легче до нормальной позиции У тебя если Все четко посчитать, то может и можно Ну вернемся, тут еще много Событий было, потому что партия очень сложная Итак, ладья c1 Значит, ладья c8, e4 Ладья бьет c3 Ладья бьет c3, слон e6 Срочно Грозит теперь я сам хочу взять на e4 и напасть на ферзя А теперь на b7 Если взять Там опять ладья b8 Здесь последовала какая-то Жутко непонятная комбинация Конь бьет f7 Ну кстати красивая, потому что это освобождение коня И грозит e5 вилка Вот давайте покажу стрелочкой Такой вот удар Слон бьет f7 e5 У него два слона, а он скрывает позицию Да, ферзь e6 У тебя тоже ферзь бьет Круто И здесь он сыграл ферзь бьет b7 Еще и на ладью напал Надо в защиту и тащить Да, вадя d8 я сыграл Здесь меня как-то начали очень сильно давить Вадя c6 Смотри, и на e7 летит В общем, здесь меня переиграли по всем статьям Вот этот ход к ладью f7 оказался полной неожиданностью Может я стоил ладью на e8 Янкодь слон b5 можно получить было Да, ну смотри, самое интересное дальше будет Ферзь f5 ef Слон бьет f6 Все, буря улеглась У белых лишняя пешка И на a7 у тебя еще продает На a7 Ну там я на b1 дам шах и на b2 заберу Самое главное, что сейчас у черных королев безопасности Вадя c1 Чтобы не было шаха на b1 Ферзь f4 Напал на две пешки Незаметно Еще и на ладью Да, но здесь он хитрый ход сделал Ферз c7 Он тоже напал Я напал на ладью и на пешку А он напал ферзем И на ладью И, соответственно, еще и на ферзя Но ферзь защищен, если что Ну да, но он менять там хочет Да У ладья d6 У белых тухло Я бы не сказал, что здесь у белых тухло Во-первых, сейчас у черных и у белых лишняя пешка Значит, g3 И где здесь вот у белых тухло Просто все Короче, она g2 приходит и все Ферз d2 Ферзь f5 А почему не дали на d2? А что ему там делать? Просто ладья c2 И я без ферзя Не забыл А, и слова не могу забыть Я понял Я фактически там без ферзя Куда потом ферзем ходить? Не-не-не, я понял на а5 Не, ну ему там делать нечего На а5 нельзя, там ферзь На b4 На b4, да Ну ему там нечего делать Да Абсолютно нечего делать Более того, там еще А, вон яден пока нет Худна с водян c2 Да Стокфиш показывает перевес в две пешки Это в чью пользу? Судьи Непонятно Ну мы, как говорится Это был 2005 год Какие нафиг стокфиши? Тогда еще даже рыбок, наверное, не было Были Рыбка уже была в 2005? Угу Но не третья Какая-то Два точка ты Что-то такая какая-то была Итак, ферзь f5 Ну вот смотри Ферзь c8 шаг Он все-таки Нашел шанс Разменять ферзей Какой бы и сталучий Ну я же тебе говорю Он так всегда играет Размен Это как, знаешь, стиль Никиты Петрова Разменять ферзей Самое главное Есть лишняя пешка Меняй ферзей Значит, вынудил Вадя bc8 Король g7 Но выиграть не так-то просто Пешка на d4 слабая У белых Слом b5 Вадя b6 a4 Вадя b7 Не пусто А6 не работала А6 Если бы ты пошел бы Том И погоди Вот А6 вадя c6 Все Сразу 1-0 Тут еще пешка теряется А если меняться Ну это вообще Просто Абсолютно безнадежный Эншпиль Да, я хотел сказать В итоге Образуется проходная И там плохо Да все Жбан просто Тут еще же И слон b7 грозит А5 Слон Соответственно Ну Нападаем Короче Или b4 Вообще самое простое Да b4 Плохо Да Вадя b7 Я здесь не попался На эту ловушку Связанную с ходом a6 Я сначала хотел пойти a6 Прям казалось бы Что a6 Все вроде бы Но вадя c6 Заметил вовремя Сыграл вадя b7 Не пускай вадю На поле c7 Угу Вадя c2 e5 d e Слон бьет e5 Вадя d2 Вадя c7 b4 Вадя c1 шах Король g2 Слон c3 Опа Как говорится Под кузьмил Двановый удар Да Слон d4 шах Единственный ход Взяли Взяли Король f6 И король Самое главное У меня здесь активен Вот что Меня спасает здесь Опять Добрый вечер Почему стрим воскресный Называется Просто забыли Переименовать А он и Е5 не пускает Да Как относится К защите Филидора И защите Олехина Играли когда-то Никогда не играл Это Дима Это Дима у нас Играл Олехина f4 Вадя c2 Насчет Олехина Кстати Я помню Стрим Когда у меня был И там была Одна у меня Хорошая партийка В нем Да Смотри Вадя c2 Шах Здесь я уже понял Что у меня Практически ничья Потому что король Очень активен А если он уходит На пв Король обрезанный И там лишний песка Не должна помочь Никак пела Да Самое главное Что он не может На h3 пойти И просто слон Е6 даю шах Ну там Какой-нибудь g4 Просто еще шах даю Еще шах Неохота В это идти Да Так там Потом я на g4 Съедаю Ну да Это вообще Как-то Значит король g1 Вадя c1 Шах Король g2 Вадя c2 Шах Здесь я ему Предложил ничью Но Сам понимаешь Что у него Лишняя пешка Но ее король Неактивный Надо было соглашаться Король плохой Хочется играть На победу Но самая фишка В том Что нельзя Никак Оторваться Король g1 Вадя c1 Король g2 Вадя c2 И все-таки Он рискнул Король f3 А на f3 пошел Да Вадя бьет h2 Пешка отыграна Успешно g4 Вадя c2 Слон d3 Вадя c3 Евгений Евщенко Всем привет Да привет Ага Да Слон d3 Вадя c3 Король e2 Вадя a3 a5 Слон e6 Зашел с другой стороны f5 Слон f7 А смотри Как я хитро сделал Я пешки выманил А теперь король идет на e5 Угу Вадя Смотри какая тупая И все достали С названием стрима Смотри в чате Что происходит Да я вижу Слон a6 Король e5 Вадя d3 Вадя a4 Заехал b5 Не сыграешь Вадя бьет g4 И потом я успеваю Задержать пешку Ну то есть грубо говоря b5 Съел Например он так пошел Что с идеей b6 d4 И на f5 Можно съесть Тут уже даже за эту пешку Можно фигурную отдавать Уже много пешек здесь У черных Просто все теряется Значит Вадя e3 Шах Король d6 Вадя h3 Он заходит за пешкой На поле h6 Вадя бьет b4 Вадя бьет h6 Король e5 Вадя h7 Король f6 Вадя h8 Может не стоило Король e5 Тебе идти до этого А сыграть h5 Заранее еще Чтобы этого не было А вот здесь разменяться все Да У тебя же слон держал На h5 Чтобы этой фигни не было Нет А здесь Здесь уже вообще непонятно Кто играет на победу Смотри что самое интересное Король f6 Вадя h8 Вадя a4 Вадя a8 Ну король e5 Не надо было тебе играть Вадя бьет a5 Вадя бьет a7 Смотри Слон Оказался связанный Не вот 51 ход 51 Давай вернем Я понял h5 здесь Ну было кстати Хорошее решение Отличное Мне кажется h5 Он вынужден А если он бьет Король e5 И забыл h5 Да кстати Да и можно и сразу С шахом взять Он же отрезанный Она же с шахом Она вообще отлично Он же отрезанный Ну да Я обратно потом вернулся И потом король e5 Кстати вообще шикарно И пешка же идет Надо было так Да интересно Итак Король e5 Вадя d3 Так вот это все перематываем Значит он зашел сюда 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 Все разменялось Вадя a3 Вадя a8 Здесь я понял Что я играю уже на победу Потому что у него Видишь фигуры завязли Вадя a3 Вадя a8 Чтобы сыграть с ломб7 Развязаться Иначе просто теряется фигура И вадя g3 На g4 Выясняется что падает Слон b7 Вадя бьет g4 Вадя a5 Он нападает на пешку d Король e5 Слон c8 Защищает на f5 Шах Король сюда Шах Король сюда Шах Король сюда Шах Король сюда Вадя f4 Ну бить на f5 А нет В конце лая д5 Там нельзя ничего нигде бить пока Король g3 Слон f3 Слона ставлю на e4 Слон e6 Слон e4 Ну теперь это точно грозит на f5 Пешка упасть Конкретно Что делать Да Он сыграл ладя b5 А сил ладья бьет f5 Слон бьет f5 Слон бьет f5 Слон с двумя пешками Ну там наверное А и слон с двумя пешками Там выиграно или нет Где? Здесь на f5 взять? С ладьей Не знаю Вряд ли выиграно Скорее всего ничья просто Ну Пойгать я там точно не рискую Ну да Не рискуешь Ну и здесь уже и на слон бьет f5 Тут просто Ладя бьет d5 А нет Ладя бьет d5 Здесь слон бьет d5 Просто Вот это я видел Поэтому мне не понравилось Слон бьет А вот если ладью взять И пешку d толкать Ферзи потом Ну хорошая была идея Я здесь уже начал на мат играть Как ни странно Смотри Вадя f3 шах Король g4 Вадя f2 Король бьет g5 Отдал пешку Вадя g2 шах Король h4 Король f4 Угрожает мат Мат Самое интересное Смотри какая Началась заруба У него правда был ход От f6 Чтобы на шах Защититься с ходом Слон h3 Ну там Как Ну там Слон h5 Ну там да Пешки Пешки Вообще конечно Какая то жесть Ну ка давайте посмотрим Этот вариант Довольно таки интересно Если Значит Если Он f6 Значит шах Я просто без движка Смотрю Единственный ход сюда И слон Сюда Мат грозит Вадя b4 Вадя b4 Да Ушел сюда Вадя b3 Да Вот здесь вот Вадя b3 есть ход Ну и здесь просто съел Остался кстати С чистой лишней пешкой И грозит Вадя бьет h3 Или слон бьет h3 А король то будет Далеко не в квадрате Пешечник проигран А если А что делать Пешечник то проигран Пешечник да Смотри Какой им все ход Промежуточный Да Ну например Вадя b3 И что Съел 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 Король сюда Король сюда Король сюда Король сюда Тут далеко Сразу выиграно Не 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 надо все менять А как А иначе все висит Это же завязано все Я понимаю Вот все Вот такая позиция Завязано же все У него нет У него нет выбора Король вообще Никуда не ходит А сил Вадя b3 Я же тебе говорю Вадя бьет h3 все равно Фу ты да Все равно не работает Блин Что делать Ничего Все Конец Видимо f6 Поэтому не работала А иначе А как Иначе мат Вообще Хода нет Кроме Вадя b3 Ну хоть что-то Хоть что-то А Вадя b3 Кстати есть ход А И пешка-то на f6 Живая Да-да-да Вот здесь вот Похитрее Тут кстати Вообще непонятно Все точно Зачем во все это идти Если можно так Да Непонятно Кстати Ну здесь слон e6 Какой-то вообще Жуть какая-то На f7 Не пустили Ну в общем Какая-то очень Сложнота И без движка Здесь разобраться Сложно А движок Мы включить Не можем Потому что Иначе у нас Зависит стрим Давайте лучше Досмотрим Что здесь Получилось Партия Получилась Довольно-таки Длинная Мы одну партию С вами Сегодня Смотрим Только Итак Король h4 Король f4 Король h3 Он сыграл Вадя g1 Грозит мат Единственный ход Вадя g2 И здесь Я ошибся Грубо Здесь Очень просто Побеждал Ход Вадя h2 Ой Вадя h1 Вадя h2 Вадя h2 Единственный Ход Здесь Взял Значит На f5 Сначала С шахом Ага Вынужден брать И потом На h2 Потом взял На h2 Ну кстати Вот это вот По моему Просто-напросто Выграно Выграно Дорожка Готова Да Все поля Эти А здесь Я лоханулся Конкретно И он лоханулся Но здесь Уже видимо Мы запутались Оба Очень такая Тяжелая партия Смотри Вадя b2 Он сыграл И здесь Я поторопился Много ходов Много времени Потратили Да Здесь смотри Вадя b2 И здесь вот Я лоханулся Я сыграл Слон бьет f5 Шах Сразу Надо было Сначала дать шах И потом Но только На воде h2 Слон бьет f5 И пешечник Выигран А здесь После водя h1 Значит Вернее Слон бьет f5 Шах Сразу Здесь у белых Был простой Спасительный ход Король h2 И водя висит Я не могу взять Слона Как в случае Куда собственно Ходить А если я побью На e6 слона Ты бьешь водю Я пешку d Попробую Вытолкну Но ты отдашь Вадю за пешку И все Не ну сейчас Вот у меня Конкретно водя висит Нет я думаю Может слон и пешка Хоть в воде Но ты же водю Могут в воде За пешку отдать Если еще в салон Будет ничья Ну да Единственный ход Здесь водя f1 Чтобы вообще Не проиграть Если куда нибудь Не туда отойдешь То просто Получишь шах И останешься без фигуры Угу То есть это вообще Глупо Вот Но а куда Отходить Все дело в том Что если например Я ушел на f1 То белые Не обязаны Брать на f5 А они просто Берут на d5 И получается Просто-напросто Мертвые Окончания С водей И слоном Против водей И слона Ну да Вот Вот это было спасение Вот это я здесь Очень грубую ошибку Совершил Слом бьет f5 У него был ход Король h2 А он не разобрался Сыграл слом бьет f5 И после короля Бьет f5 Сдался У него король Плохой Потому что Король отрезанный А водейное окончание Абсолютно Выиграно Очень просто Король очень сильно Отрезанный Уж такое Водейное окончание Выигрывается Просто-очень просто Просто-очень просто Это четко я сказал То есть Не знаю Я еще там буду Шахровать Ну где Ну тут бесполезно Вот ушел я И все Король e4 Король d3 И все Никакие шахи Не помогут Это же простая Позиция Я сбоку Буду шахровать Ну я закрываться Буду Все равно Ты сказал просто Не совсем просто Белые как-то будут Представать Да Но это выиграно Это просто-напросто Выиграно И выиграно Довольно-таки просто Вот такая вот Мощная Интересная партия У меня получилась Со своим тренером И удалось Обыграть Ну вот конечно Было бы гораздо чище Если бы я здесь Увидел Ход сначала Водей h1 Вот смотри Как красиво Все форсировано И потом только Сломбет f5 Он даже отойти не может Иначе ему мат Он вынужден брать И здесь просто Берем-берем-берем И все И это пешечное окончание Очень легко выиграно Ход в ход Да успевает Еще бы один ход Белые успели бы Да Ход в ход То есть Король g2 Король сюда Король f2 Король d3 Король e1 Чуть-чуть не успел Ага и все Король c2 С2 и все Да Все ясно Да Ну что У нас уже больше 100 зрителей Самое время напомнить Что у нас сейчас Проходит голосование Вы за символические 30 рублей Соответственно Можете оставить Свой голос Давайте сейчас Кстати посмотрим У нас результат голосования Насколько я могу Помнить Так Голосование Да У нас сейчас Свой вариант Один раз Проголосовали И свой вариант У нас сейчас Побеждает То есть За Гельмана За Шипова За Мариева За Шахматы Для начинающих Дмитрия Гриценко И Руслана Семенова Пока никто не голосовал Что дальше по программе А дальше мы все Расходимся Так Да Не ну до Вегаса еще 13 минут Давайте посмотрим Соответственно Какая у нас Партия Следующая И посмотрим сейчас Успею я вам ее показать Или нет А Я вам успею Показать Потому что я в абсолютно Выигранной позиции Зевнул мат Женщине Зевнул в один ход Мат Вот так вот И это очень быстро Показывается Итак Я играю белыми Атакую Е4 Ж6 Д4 Д6 Пирсу Уфимцева Конь Ф3 Слон Ж7 Слон С4 Конь Ф6 Конь С3 С6 H3 Слон Е3 Ферзь А5 Ферзь Д2 Б5 Все по стандарту Слон Д3 Конь Д7 Рокировка Б4 Конь Е2 Слон А6 А3 Вот такой вот Интересный Ходец Связочка Связочка Да Слон Б3 Ферзь Б3 С5 Е5 Начинаю все рвать Конь Д5 АБ Ферзь Б4 Слон Д2 Хитрая такая ловушка Заманушена Да С4 Ферзь Е4 Напал на коня Ферзь Б7 Е6 Вот это неприятно Значит Конь Ф6 Еф Вадя Б7 Ферзь Е6 В сталках в кухонной Грозит Конь Ж5 Конь Ж5 Да Ферзь Д7 Ферзь Б7 Конь Б7 Конь Ж5 А Она пока не висит Конь Ж5 Вадя Ф6 Вадя А5 Идея Напасть на коня И сдвоить ваде Пешка А7 Идея съесть коня Да Ну понятно Конь Б6 Вадя А1 И вот собственно Привет пешка Вадя Ф5 Конь Е6 Конь С8 А конь Вадя Д5 Вадя Б5 Вадя Б5 Вадя Б5 Конь С7 Ну и готово Конь Б6 Конь Б8 Конь Б8 Остался Сколько получается После Вадя Б7 С пешкой лишней Конь Б6 Слон С3 Е5 И вот здесь После ДЕ Слон Б8 Я сыграл Вадя А6 Нападая на коня Четко Да Я просто забыл Про слона на поле Е5 И здесь мне ходом Вадя Д1 Такой Сурпрайз Мазафака Я помню Я так хорошо шел По моему там Два из двух Что ли Или три из трех К этому моменту И тут мне такой Сурпрайз Надо было Бить на Е5 Видимо Да Ну да Надо было Бить на Е5 То есть Вадя бьет Е5 Конь висит Ну король Ф1 Как-то Лишняя пешка Здоровая Ну технику Еще надо проявить Ну технику Да Надо проявить Но конечно Такой мат Зевнуть Да Четкий мат Это как у Димы Похоже Четкий размен Субтитры сделал DimaTorzok